Музея Ваш вход воспрещен Здесь за 15 лет существования, со дня открытия этого музея мы с детьми постарались собрать все, что возможно о Калистрате Жаковой. Начиная, конечно же, с самой первой экспонатой. Это фотографии, которые мы получали разными путями, но в основном получили мы от внучки Калистрата Павловича Жакова, Любови Вадимовны Жаковой. И, конечно же, наши национальные музеи нам тоже помогли. В основном у нас как бы сбор был такой, ну копии, копии статьи, копии из различных источников, газеты, журналов. Ну детскими руками все сделано. Эти вот щиты, все из, как сказать, по-современному чуть по-детски не сказала, старье мурье, короче, да? Но все-таки как-то мы оформили, сделали, собрали. Но мне кажется, более ценным здесь будет то, что все-таки живое слово Жакова здесь очень часто звучит. И для школьников, и для студентов, и для взрослых, даже для учителей. В эту школу я попала, ну если не день открытия, то спустя, наверное, полтора года. Открытие этой школы. Я тогда как бы приняла начальные классы, хотя по образованию я как учитель русского языка и литературы, это 90-е годы, когда менялась и вся программа учебная, и школа новая создавалась, и коллектив детский тоже. И когда я сюда пришла, не было нагрузки учителя русского языка и литературы, мне предложили начальные классы. Я не имела большого опыта работать с начальными классами, но все-таки я их взяла. И спустя несколько лет ввели обучение как коми-язык. А я как носитель коми-языка согласилась вести уроки коми-языка. Коми-языка и литературу. Литература на русском языке. И самое интересное, я до сих пор как-то вспоминаю, все-таки филолог получила высшее образование. Моими преподавателями были Владимир Николаевич Демин. Но я студента в жизни не слышала фамилию Жаков. И когда уже я готовила уроки, просто обзорный урок, писателям коми-литературы, встретилась на столе, в колесах половец Жаков, в уроженец в деревне Давпан. А я сюда недавно переехала с Максаковки. Что за Давпан, я тоже мало имела понятия. А дети у нас в основном в Давпанске. И, конечно же, они задали вопрос. О, так, Давпанске, значит, он наш земля. Значит, это же интересно, как эта земля звучит где-то в каких-то источниках. Вот мы и вместе с учениками, конечно же, начали искать материал. Ну, тогда еще о серьезной музейной работе совершенно не думали. Но все-таки как-то, как сказала Майя Ивановна Бурлыкина, все-таки имя ведет и направляет. И когда уже мы стали собирать материал, узнавать вот такое жалко. У нас достаточно много накопилось материала. И тут опять нам на пути встретились такие люди, как Леонид Александрович Лыткин, известный журналист, Сергей Иванович Кудяев, профессор математики в СГУ. Также журналист Юрий Александрович Кочев. И как-то вот они как бы были путеводящей, путеводной звездой, что ли. Они сказали, почему бы вам бы не хотя бы какой-то уголовку, посвященный Жакову, не создать. Как раз 125 лет со дня рождения Жакова. Вот и мы решили это. Конечно же, я уже сказала, каким-то способом денег не было, чистый энтузиазм, и вот что получилось, то получилось. Вот этот музей мы открыли. Ну и что хочу, с чего я всегда начинаю рассказы о Леониде Павловича и Жакова. Наверняка, все-таки, я не знаю, Михаил Борисович, о Жаковой здесь, в общем-то, все имеют понятие. А может, не надо углубляться в объект? А потому что, я думаю, что раз вы здесь, вы все знаете, значит, и другие тоже знают. Может быть, это уже неинтересно будет. Ну, начнем с того, что все-таки мы, так как у нас дети как бы дапунские, мы действительно начали искать место, дом, где родился Калистрат Павлович Жакова и его родственников. Мы тогда еще не имели даже представления, что у Жакова здесь прямых родственников вообще в коме. Не то, что в святую Кали, вообще нет, никого. Вот мы ходили по дапору, встречались с дапанскими людьми, а по тем временам у каждого дома, у каждого забора была собака злая, вход был воспрещен, люди не очень-то разрешали уходить в двор, и тем более с детьми, детей же было много, целый класс. Вот, и мы ходили-ходили, нам никто не встретился, кто знает Калистрата Жакова, ну, такие слова охотливые люди, конечно, нам говорили. Он, наверное, какой-то футболист, дети говорили, может быть, он какой-то рок-музыкант. Вообще, самые несусветные ответы были. Пожилые говорили, мы знаем, его могила находится, в Кладбище. Это, наверное, какой-то большой политик, партийный, наверное. В общем, кто-то говорил, это, наверное, у Ванги Жакова, там, родственник, дедушка или прадедушка. В общем, понятия, конечно же, не было, но все-таки кое-что узнали. Но место расположения дома, мне кажется, до сих пор загадка. Очень плотно, конечно же, работала над этим вопросом Митюшова Надежда Алексеевна. Несколько лет подряд она издавала свои статьи, вот, и с ними тоже много раз встречались. Возле этого дома мы бывали. И вот какой дом, значит, по Даповской улице, дом номер 41, она как бы доказала архивными документами, что этот дом и будет как бы родовым домом Калистрата Жакова. В этом доме сейчас учится Зиновьева Алеша, наш ученик-пятиклассник. И при этом ему, конечно же, тоже в этом доме приходилось бывать и разговаривать с ним. Но, наверное, я немножко опередила свой рассказ. Но все-таки и дети наши как-то по описанию. Вы считаете, как это Жакова в своем романе, в биографическом романе, он описывает свой родовой дом, как он выглядит, где он стоит. И в этой книге «Под шум северного ветра» в рассказе «Жизнь Фалалея», а Фалалея – это его отец, тоже описывается родной дом Жакова. И по описанию как-то получается, что этот дом 41 все-таки наверняка не совсем правильный. Вы это успели прочитать, у вас там тоже на столах есть. Вот эти дома, старинные дома, мы все обошлись, сфотографировали. Это вот, кто интересуется литературой, знает, да? Что это Александр Степанович Забоев, Сананту Суданожакова. Это тоже же, по стратегии, в 77-м году вот такая надпись была сделана. Вряд ли, вот это дом 41, вряд ли, конечно же, тогда знали точно, что это дом. Этот дом тоже, я считаю, что не Жаковский, но спорить не буду. Вот этот старый Миртуй, тракт, как же центр нашего Даппана. Центр Даппана, но точно, что вот место где-то здесь, в Жаковского дома. Здесь развилка двух дорог. Значит, и раньше называли Миртуй, и сейчас называют Миртуй. Дорога, выводящая в мир, можно сказать, на широкие края какие-то. Вот в этом месте, или вот этот дом, или напротив старенький дом, возможно, был Жаковским домом. Вот, посмотрите. Вот именно этот дом. Но это ясно видно, что уже как бы переделали, перестроенный дом. Значит, Надежда Алексеевна Митюшова говорит, что именно этот дом является как бы родовым домом. Вот единственное, что я говорю, там крышу перекрыли и все прочее. По количеству окон, по описанию, какую сторону смотрят эти окна. Вот, если судить по этим вот описаниям Жакова, немножко не подходит. Подходит и этот дом. Потому что там у вас, наверное, нет, там где-то есть выписка, что Жаков вспоминает, когда он подходил к дому, четыре окна ласково смотрели на него, и два окна на чердаке улыбались. Именно из этих чердачных окон он смотрел с самого детства на Мир. Вот, и должна была быть ель большая. Ель, конечно, уже срубили. Вот, и мы там, что нам, никто там лазить не разрешил петь, а то ели мы тоже не искали, не нашли. Но по описанию этот дом больше похож. Эти дома стоят вот как раз на развилке этой дороги, что я показала, друг против друга. Там, конечно, есть еще очень многие нюансы. И вот эти фотографии, сопровождающая запись, это сделано нашими учениками, когда они делали свои исследовательские работы. И они пришли к такому выводу, что дом Фоловея и некоторые другие описывания Жаковым стоят на тех местах, где они должны стоять, должны быть, и выглядят очень старыми. Исследователи не приходят к единому мнению о точном местоположении дома Жаковых. Мы тоже с ними не пришли. Но я еще в свое время встречалась с сынучкой Калистрата Жакова, с Любовью Вадимовну Жаковой. Она здесь бывала несколько раз, но уже когда имя Жакова стало звучать. И ей тоже показали дом номер 41, как родовой дом. Но откуда-то, она же долго тоже занималась исследованием биографии и творчества своего деда. И до нее почему-то дошли в каких-то рукописных формах записи, что дом Фоловея, который он сам построил, он сгорел. И на месте этого фундамента построил уже новый дом. Старший брат Калистрата Арсений. Надежда Алексеевна утверждает, что в этом доме жил Василий, то есть другой брат. А сохранил этот дом уже сын Василия. Вот Александр Васильевич. Ну там тоже, конечно же, интересная история, но все-таки она, Надежда Алексеевна, правильно делает. Она опирается на архивные документы, но одно место, мне кажется, у нее немножко как бы неубедительно. Она говорит, что Александр Васильевич, вернувшись из Санкт-Петербурга, знал, что это дом его дяди. И ни за что не разрешил разрушиться и пропасть к этому дому. Но это ведь только мнение у Надежды Алексеевны, документально это неизвестно. Поэтому я ни с кем спорить не собираюсь, я просто вам рассказываю, какие версии местоположения дома, родового дома Калистрата Павловича Жакова. Здесь тоже, я вам просто показываю презентацию, это последняя исследовательская работа наших детей. Значит, я очень долгое время показывала эти картины, говорила, что это бывшая двухклассная школа, в которой учился Жаков когда-то в детстве. В этом году я побывала в этом музее, они отмечали 100 лет этого дома. И тогда, значит, возник естественный вопрос, если этому дому 100 лет Жаков не мог в этом доме учиться. Когда Зая задала вопрос, где же у вас еще какая-то была школа двухклассная, в Вильберге тоже они сейчас этим озадачены, но они ищут, где эта двухклассная школа. Значит, получается, в другое время я сама заблуждалась и, конечно же, обманывала детей, что именно в этом месте была двухклассная школа, которая за одну зиму окончила Калистрат Павлович Жаков. Но, как говорится, в общей биографии творчества Жакова очень много еще белых пятен и загадок, и постепенно будем открывать. Всегда, как бы я ставлю ребятами вопрос такой. Я говорю, представьте себе, деревушка Даппа, в трех верстах от Усусольска, в трех верстах от Вильгарта, не было церкви, не было школы. Почему же из крестьянской семьи самый маленький сын, одиннадцатый ребенок Фаларея и Устини, он-то взлетел куда-то, высоко. Он стал интеллектуалом, очень, как бы, могучим интеллектуалом, не только того, а среди коми народа, русского народа, вообще мирового масштаба, мирового значения. Почему это случилось? Что двигало этим мальчикам, коми, деревенским мальчикам, добиваться какого-то высокого образования? Я говорю, вам сейчас все дано, школа, учебники, деньги, родители, учителя, иди учись, вы не хотите. А раньше крестьянских детей никто не учил. Как так получилось? Почему? Ну и, конечно же, все отрались, опять же, на произведения Жакова. И дошли до места, когда читали. Значит, вот, Жакова что сподвигло? Первый шаг, когда он поспорил с Налимовым на перекрестке двух дорог, оказывается, какой-то Налимов, друг, но там пишут, что Иван, а возможно, это и не Иван, может быть, это Василий Петрович Налимов, они же почти сверстники были. Вот, он уже знает на зряском языке молитвы, а Калистрат Жаков такой умный, умеет читать, умеет считать, уже образованный. Он не знает молитвы на зряском языке, где-то ему научился, они поспорили. Конечно же, может быть, ничья, но наши дети решили, что выиграл Калистрат Жаков в этом школе, и они пошли вот эту как раз за Витковскую двуклассную школу, которую Жакова кончил за одну зиму. Вроде бы, образования для крестьянского мальчика достаточно. Ну и дети нашли, наконец-то, произведения, оказывается, перед ним встал вопрос. Миллион верст, сколько там, 100 миллионов верст до Солнца. Неужели так далеко до Солнца? Вот этот вопрос и как бы заставил кто-то Калистрат Жаков у Сусольского уездного училища. Спрашивая, вы представляете это место, где было уездное училище в Сусольске? Ну, очень тоже долго думали, искали, оказывается, уездное училище было, где сейчас Пуратовский музей, в этом здании, да? Вот, ну, на старинных фотографиях, конечно же, очень трудно было найти, но все так же они как бы разобрались в этом деле. Ну и тем более предостаточное уже образование получил Калистрат Жаков, закончил уездное училище. Но, однако, опять же, плотненскому делу отец Фалалей не смог его заставить научиться, как следует, заняться на всю жизнь этим делом. И после училища, уездного училища, они со своим другом с 15-летним Гегоровым на лодке отплыли от Дапона в Тотимское училище, потому что отец все так и решил. Раз он так неистово тянется к знаниям его младшествия, пусть он станет учителем. Ну и Тотима, как бы, тоже имеет большое значение и в биографии, и в мировоззрении Калистрата Жакова. Именно в Тотимской учительской семинарии Жаков перестал верить в Бога. А Фалалей Иванович так и был, как бы, глубоко верующим человеком. Он прививал эти религиозные чувства своим детям. И только от того, что он отрицал Бога и рассказывал всем, что человек произошел от обезьяны, вот его, конечно же, учителем нельзя работать. И вот вошли у него, как бы, скитания. Там у вас где-то на листочках я написала, вы можете проследить. После Тотима, значит, он был, как бы, чернорабочим, работал на хронических заводах в Кирове-Вятске. Потом все-таки поступил в Вологодское ремесленное училище, которое тоже не окончил, он пропал под полицейский надзор. Очень долго скитался, занимался репетиторством, добывал себе кусок хлеба. Все-таки решил поступить в высшее учебное заведение, в лесный институт, хотел стать лесником, чтобы всю жизнь быть в лесу, в тишине, в покое, наедине с природой. Это ему тоже не удалось. После этого он пошел в Монахи, в Зазельскую пустынь. И только к 30 годам он поступил в университет, в Киев, в Киевский университет. Сначала на естественный факультет, потом на математический. И на третьем курсе он уже перешел в Санкт-Петербургский университет, но уже на историко-филологический факультет. Кроме этого он и посещал семинарии психологии, иностранных языков, высшие математики и так далее. То есть у него было обширное образование, и образование было не просто по верхам, но очень монументальное образование, то есть глубокие. Поэтому, в общем-то, мы и называем, что у него какая-то вот неимоверная тяга к образованию, к знанию, к истине. В общем-то, такое, наверное, бывает редко. Это вот я для детей, конечно же, очень кратко написала, все даты его дороги, пути получения образования. Ну и профессиональная деятельность Жакова тоже, в общем-то, поражает многих людей. Это одновременно быть преподавателем, да по многим дисциплинам. Ученые, да не просто ученые, а энциклопедист по многим наукам, то же время он писатель, а самое главное, он еще и философ. Это, конечно же, тоже очень многих поражает. Это неужели один и тот же человек мог заниматься вот такими видами деятельности? И везде он был на высоте, хотя везде он был одинок, и в своем учении тоже. Так, но просто, чтобы понять Жакова, надо прочитать вот его произведение. Я, например, даже очень боюсь быть так косноязычной, потому что я наверняка не смогу вам передать всю глубину вот этой личности, чем он занимался, как он переживал, как он подходил вот к любому вопросу, к любому человеку, к любому предмету, к своим как бы выводам исследовательским, результатам своей работы. Не было никакого хвастовства, но очень много было страданий. Это он все переживал, не только через мозг пропускал, но через сердце он горел на своей работе. Опять же, наверняка, очень большое значение имеет то, что, ну как бы этот период у Жакова, в общем-то, взлет и профессорской деятельности, и вообще во всей его трудовой деятельности. Он познакомился с Владимиром Михайловичем Бехтеревым. Он стал основоположником психоневрологического института в Санкт-Петербурге. Ну и в этом здании, как бы, военно-медицинская академия находится. И там тоже есть архив, и к нам тоже, в общем-то, по разным каналам есть связи. Пришли некоторые документы из этого архива, ну от Андрея Шабунина, конечно же. Они были знакомы друг с другом, и, значит, работа в психоневрологическом институте Калистров-Жакова был преподавателем, и не только преподавателем, а был член Совета Института Бехтерева, там, где-то на ветрене есть фотографии, где он является действительным Советом Психоневрологического Института. То есть, вроде бы, все у него складывается удачно, но дело в том, что ему этого все было мало. Он искал какую-то истину, что-то хотел еще добиться, что-то у него не складывалось. И он переживал за зырянский народ, за народ с севера, за русский народ. Вот как у нас, как сказать, теряется связь с природой. Все такое зырянин, он язычник был, душой и сердцем, и телом, и всем. И вот все время искал что-то такое совершенное, хотел создать всемирную сказку, получилось это или нет. Он ни разу, как бы, не присел на месте, не отдыхал. Это вот, как бы, у нас там есть карта, нарисованная акварель, сделанная руками наших детей, выверенная, опять же, по воспоминаниям самого Жакова, Токхеги, сквозь свою жизнь. Это все его маршруты. Начиная, как бы, с образования. Но вот эта девочка у нас, как бы, экскурсию строила, делала. И самый длинный маршрут взяла у калистрата Жакова. Это, что, от Санкт-Петербурга, по всей, по транссибирской магистрали, до Китая и до Японии он дошел. Вот, и вот везде, на Санкт-Петербурге, в этих городах, везде читал свои лекции. И очень интересные воспоминания, опять же, по жаковским произведениям. Везде люди встречали его по-разному. Где-то сразу принимали, где-то вообще не допускали, где-то понимали, где-то поддерживали, где-то нет. У него, что величие характера состоит, ведь, не только в том, чтобы победить, но и также в том, чтобы не быть побежденным. Вот это я часто привожу пример нашим старшеклассникам. Это уже то, что мы на уроке литературы разбирались. Так, и наверняка вершина творчества Жакова – это как философ. Я не знаю, ошибаюсь ли я или не ошибаюсь, я всегда ребятам нашим говорила, что наверняка среди всех философов мира, вот сейчас, в современности, Жакова остался последним философом, который создал свое учение. И это с его философского учения «Лимитис», конечно же, тоже очень многие не принимали, отрицали, даже смеялись. Но он назвал «Лимитис», если перевести с латинского «Лимитис», это значит, что предел философского учения под названием «Предел». Вот, это вот межуточная фотография, я нашла тоже у Григори Вадимовны из Марки, почтовая Марка, у нас изображение комитета Жакова, когда он читает на лекте. Так, я просто детям всегда, как вот, философию лимитизма, это саму философию объяснять детям, даже взрослым, даже может быть и вот мне самой, я не философ все-таки, очень трудно разобраться и понять, как-то углубиться туда. Но вот, например, он создал 18 правилов жизни по лимитизму, по лимитизму самого Жакова. Я, дети, некоторые из них читаю, а там у нас на стене все 18 есть, и всегда говорю, как вот думаете, ребята, дорогие, ну и вот сейчас к вам, Розе. Вот эти правила жизни по лимитизму, по Жакову, они актуальны в наше время или они уже очень устарели? Бывают очень жаркие споры, особенно старшеклассников. Некоторые считают, что правила совершенно не нужны, особенно такие, например, жалили все живущие, ибо все страдают, а более всего грешники. Что быть, мы должны алкашей жалеть? Или там бомжей каких-то жалят? Они сами выбрали такую жизнь? А попробуйте детям это объяснить, прежде всего, это надо взрослому самому понять. Вот. Или, например, студишь всего того, что ниже твоего, то стоимость. А наши депутаты, что они студятся? Вот. Дальше следующее правило. Избегать, лучше всего, тем, кто строит из голов человеческих лестницу, ведущую на трон, противоборствуй всеми силами против этих людей. А я говорю, а вам, ребята, надо начать с того, никому не вредим, а всем сколько можешь, помогай. Мне кажется, в общем-то, правила актуальны. Так, ну, философию лимитизма, может быть, Бежакову было очень трудно и создать, если бы не его семья. Вот, когда у него профессорская деятельность началась, он ведь работал в многих учебных заведениях, в том числе на общеобразовательных курсах. Александра Сергеевича Черняева, кстати, тоже выходец наших краев. Туда принимал он людей с периферии, с провинции, готовил их к поступлению к высшим учебным заведениям. И там же работал и Жаков, и там же работала вот его жена Глафира Никонорова, девичья сына была Николаевская. У них родились двое детей, дочь Евгения и сын Вадим. Вот, семейная история, если вас потом заинтересует, очень коротко можно рассказать, но это, я бы сказала, многосерийный фильм. Жизнь Николана Жакова в его семье. Очень, вот, как бы сказать, тоже, но настолько интересна жизнь и судьба всех. Извините, простите. Надежда Николаевна, там еще раз, что, по-моему, очень жарко стало. Вот и окно там открыт, последний, да? Только не сильно там, потому что ветер прямо сюда ждует все мои костюмы. Вот поэтому, конечно же, судьба этих детей тоже интересна. И Глафира Никонорова до конца своей жизни в Петербургской квартире хранила вот архив Калистрата Жакова. Она погибла от блокады Ленинграда, умерла от голода. И после ее смерти в этой квартире оставался племянник Глафира Никонорова Николай Николаевский. И, как бы, жизнь, тяжелая жизнь заставила сжечь рукописи Калистрата Жакова. Он грелся, и даже сам письменный стол Жакова. И практически мало что дошло до наших дней. Очень, как бы, трагичные судьбы и у дочери Евгения, а тоже во время блокады, переходя через Радужское озеро, замерзла, заболела, умерла сначала. И очень, как бы, такая интересная судьба сына Калистрата Жакова Владима. Он был репрессирован, расстреляна его жена. Вторая жена всю жизнь ждала. Она жила очень долго, 80 с лишним лет. И она до конца своей жизни не знала, что Вадим Калистратович был расстрелян в течение месяца, даже меньше. Это вот вторая латышская жена, Алида Каролина Приледа. У них тоже своя история. Алида Каролина Приледа, значит, латышка, она жила со своим отцом, рано лишилась матери, был еще старший брат в Латвии. И когда она прочитала книгу «Свой строй жизни» у Жакова, она загорелась желанием непременно поехать в Санкт-Петербург и познакомиться с автором. И, конечно же, ни отец, ни брат не разрешали ей, и она должен у служанки денег на дорогу. Все-таки она не расслушалась своих родителей и родственников, и уехала в Санкт-Петербург. И так в Санкт-Петербурге именно на этих черняевских курсах познакомилась она и с Жаковой, и с женой Жаковой Аглафирой Никоноровной. Но деньги у нее кончились, на учебу-то она поступила, а жить-то было не на что. И Аглафира Никоноровна пригласила молодую Алиду к себе в дом, домашней учительницей Вадима. А к этому времени уже Калистрат Халалевич был тяжело болен. У него была болезнь желудка. И Алида Харавина предложила вместе с ней поехать в Латвию на лечение. И вот у Жакова семья первая распалась. Она с молодой, со своей студенткой уехала в Латвию. Здесь, опять же, очень много белых пятен. Во-первых, очень многие из родственников Жакова не согласны, что она была как бы обвинчена с Калистратом Жаковой. Потому что она, как бы, Аглафира Никоноровна не давала согласия расторгнуть брак. Они же были венчаны через церковь. То есть здесь белое пятно. А дети Алиды, Каролины, Райда и Елена, они написали письмо. У меня есть уже где-то письмо. Что они были, значит, Алида и Жака были обвинчаны в церкви. Это вот как бы вот такая получается нестыковка. Как это мы будем распутывать, не знаю. Ну, в общем, тоже жизнь очень интересная. Молодая Алида, Каролина родила двух дочерей. Но тоже долго, как бы, до самой смерти они вместе не жили. Воздействие начинается, наверное, самый трудный, самый трудный период жизни Калистрата Жакова. Уехать там уехала, вернуться обратно в Россию он не смог, потому что он уехал весной 1917 года. Началась потом уже февральская революция, потом отягская революция. Жаков не поддерживал эту революцию. Уже живя там, при Балтике, он написал открытое письмо Владимиру Ленину с предложением покаяться перед народом. Он не поддерживал революцию, считал это преступление, получил такое письмо. Естественно, ему бы не разрешили вернуться в Россию. Даже если бы разрешили, все равно бы расстреляли, где-то там что-нибудь случилось, арестовали. Но вот эта вот вся эта жизнь в воспоминаниях, даже в его лекциях, вот пронизана каким-то таким очень-очень сердечным страданием. Вот он пишет, вся моя жизнь скорбь, но ничто не сравнится с печалью последних лет при Балтийской жизни. Во-первых, болезнь. Во-вторых, я всегда говорю, и смена веков, и смена строя, да, там одно меняется с другим. Распад семьи, он теряет работу, он меняет город за городом, университет за университетом. Где-то его принимают, где-то не принимают. Так когда нету человека здоровья, очень сложно бороться за что-то. Но все-таки здесь, в Балтике, у него расцветает как бы его наука, его философия, лимитист. Там сразу два общества лимитистов открываются, все его поддерживают. Ну там тоже, конечно же, и всякие люди были. Он в Пскове работал, в женской гимназии. Потом перешел в Юрьев, Тарту так назвали сейчас, эстонские. Везде, конечно же, печально. Но вот уже последнее письмо у Жакова, он вообще такие слова, «Мне точно жить в Риде». Мне совершенно все равно, понимает меня или нет. Вот, 26-й год, из последнего письма Жакова. Это уже, как говорится, совершенно крик, совершенно объяснившего человека. Ну и после смерти Жакова, он столкнулся от 20 января 1926 года, хотя до этого он, конечно же, получил письмо, что его приглашают в Россию, именно в Пельский университет. Он уже практически собрался сюда приехать, был очень рад этому, но он не смог. Он, значит, 20 января, он заболел очень, скончался уже на больничной пойке в городе Рига. Но в полном одиночестве или нет, тоже сказать трудно, потому что, хотя и Жаков тогда бедствовал, как бы даже, можно сказать, жил в полной нищете и страданиях, это в обществе лимитиста была женщина-латышка Мария Яковлевна Заринч, которая была секретарем лимитином этого общества. Вот, она и ухаживала за калистратом Жаковым, она и дала, как бы, ему угол в своей квартире, она и следила за ними, она была, как бы, последним человеком, которая проводила, как бы, закрыла ему глаза. Но проводили его многие, у него было много студентов, много учеников у него было. Вот, писали письма сюда, здесь тоже, конечно же, узнали о смерти калистрата Жакова. Отпевали его священник, православный священник, и похоронили в городе Рига на православном кладбище. Там он пролежал 65 лет, и спустя 65 лет его прах, в декабре 1991 года перевезли сюда наше городское кладбище. И когда уже наша школа стала заниматься калистратом Жаковым, с 2001 года, до раза в год, как бы мы говорили, что это день памяти Жакова, мы кольцем на мобилу, здесь вычеркиваем памятник Жакову поставлен. Вот, возлагаем цветы, зажигаем свечи, читаем стихи, рассказываем детям, я вышел на школе, тогда бывают минуты памяти, вспомним добрым словом. Вот это вот зимний период 20-й, это вот осенье, 30-го сентября, в день его рождения. Так, ну и я всегда заканчиваю нашим детям, говорю, ну все-таки Жаков был прав, когда он писал, что верю, рано или поздно братья-северяне вспомнят добрым словом своего земляка. Вот мы его вспоминаем, и поэтому наш день памяти Жакова называется «Вспомним добрым словом». Ну, я основное сказала. Теперь, если что-то вас интересует, задавайте мне вопросы. Что еще хочется узнать? Скажите, от улицы Жакова есть ли кто-то? Есть, улица Жакова, сутка ли, есть. Да, мы можем сходить, это очень недалеко. Можем вот такую прогулку пешую сделать, у вас же пешая прогулка называется. Вот, обойдем, увидим улицу Жакова с вывесками. Скажите, пожалуйста, какие-то были годы, когда вы начали ходить по домам со школьниками и разыскивать, где жил? В 2000-й год. В 2000-й год. Да, да, потому что в 2001-м году, мы уже оформили тот материал, который собрали, вот эти годы. Вот тогда мой класс случился, в пятом классе, вот я была у них классным руководителем, вот начали с пятиклассников. Они уже выпустились, конечно же, да, но очень любят приходить сюда, все интересуются, вспоминают. Ну, наверняка, если пока нет, ну, скажу еще вот о чем. Вот вроде бы как бы, вот на часе собрали, оформили, больше тут не делать нечего. Делать, конечно, есть много что. Я уже во начале говорю, что, в принципе, у нас фотографии, фотографии, стенды, стенды, и вроде бы вот такой вид, он был немножко унылый, нашего музея. Детям ведь что интересно, чтобы можно было что-то яркое посмотреть, руками потрогать, что-то где-то, что-то применить где-то, но они вот посмотрят, или прочитают, или не прочитают. И вот как бы сам по себе возник такой вопрос, можно ли создать хотя бы просто такую имитацию деревенского дома. Мы, конечно, сначала очень громко его назвали, как бы вот такой красный угол гормица Фололея, но вы знаете, наверное, какой уже, что Фололей-то был, кроме того, что он просто был крестьянин, одно лошадник, он еще и был мастером, художник, золотые руки его назвали, художник-резчик по дереву. Его приглашали украшать все церкви и часовни вот у нас в севере, да, и, конечно же, у него угол, наверное, красный угол должен быть действительно прекрасным, интересным, а у нас это никто не умеет делать. Вот у нас, опять же, на уроках труда мальчики как сумели, так вырезали. И сейчас мы просто называем его красный угол, мы уже не называем его красный угол, гормица Фололея. И нам хотелось бы создать, хотя бы просто примерно показать, в каких же условиях он работал, когда уже он был городским человеком, уже профессором. Вот кабинет ученого мы назвали. Здесь тоже, конечно же, мы очень много перерыли по интернету. Вот материал, каким может быть угол ученого. Но мы поняли, что у Жакова не было своего угла практически нигде. Мы не можем, как бы, ни один оригинальный предмет не можем сюда, конечно же, поставить. Но у нас даже, говорит, целый альбом есть. И пришли к выводу, что да у всех у них одинаковый угол. Стол, стулья, этажерка. Это и у ученых, и у музыкантов, и у художников, и у писателей. У всех примерно одинаково. Опять же, из того, что было. Слепили, сделали, сказали. И назвали, как бы, кабинет ученого. По описаниям, по воспоминаниям очевидцев, каким он приходил, этот Жаков, как профессор философии, к своим студентам. Это вот одежду. Тоже, опять же, только по рассказам, по описаниям, по воспоминаниям из источников. Шили на уроках труда, когда девочки сдавали экзамен по труду. Эти костюмы мы создали тоже по произведениям Калистрата Жакова. Прочитали, в каком костюме ходил фалалей, синем казакине, белой шляпе, с белой потомкой за плечами. Шили, сделали. Устиня, как она ходила. Красивая, красивая женщина в синем сарафане, платке, цвета синего неба. Нарядная вся, в такой-то обуви. Вот, костюмы. Видите, где-то мне говорят? Примерно так. Это, конечно, все стилизация. Это не оригинал. Это из современного материала все сделано. Но все описали у Жакова. Или в каком костюме выходила замуж сестра фалалей. В красном сарафане выходила. А в каком костюме вообще датунские пары юноши ходили. Вот, в таком же ходил и сам Калистрат фалалей и Жакова. Вот. И как бы, вот так значит, два таких ансамбля мы создали. Ну, можно много работать и можно много, конечно же, делать. Но ведь для этого нужны и средства, и люди, и единомышленники, и помощники, и спонсоры. Это в наше время очень сложно. И что, что есть, то, что мы и показываем. А вы пытались связаться с Ригой? Да. Очень много раз. Очень много раз. Потому что у меня и адрес рижский был. Вот. И я очень, так, даже пусть это не будет хвостом стром, но я знакома почти что всей семьей. Любови Вадимовны Жаковой. Со всеми четырьмя детьми. Даже с луками я знакома. А вы до сих пор видели. Я и с ними как бы связь делаю. А тогда был замзан. Ну, тогда был другой. Сейчас я вот, если... Ну, Зэм, Дэг, первый Чакстер. Да, Чакстер. И получается, что, в общем-то, подарил Чакстер. И когда это вот у нас это все делало, как в компьютерном варианте, там у нас наши компьютерщики гения, там написано, что автор неизвестен, кто это написал, да? Значит, президент Ульянец. Но все-таки мы там авторство нашли на темном фоне, когда там всяко-разно как бы тонны меняли, мы прочитали. Сейчас, 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 сейчас. Где-то там уже есть, но иностранные слова забываются быстро. Так. Актор Иосиф Каземирович Бохфер. Мы прочитали. То есть у нас сейчас автор известен стал. Значит, тоже холст масла. Подарок первого лас-рыжеского президента Аллаты Яниса Чакстер. А, если первого, то Янис Чакстер. Да, вот от первого, потому что по всем датам подходит, что именно Янис Чакстер, вот, этого первого, да? А там было написано, что подарок от лас-рыжеского поэта Яниса, у них имена одинаковые, могли перепутать. Вот, мы сейчас внесли предложение, как бы, национальный музей этикетку исправить. Вот, совершенно это нельзя, конечно, это недопустимо, по канонам религиозным, да? Да. Но так как я еще, как бы, веду и по ми-литературу, и по ми-язык, и историю по ми-народу, вот. Поэтому, мы были язычниками. Это уже нас девочка принесла в деревню. Вот, как, вот, про дедушек, про бабушек, где-то в избушке она нашла. И когда я тебе рассказываю, я этот идол достаю. А потом думаю, ну, ведь, зря не... Это история. Это история. Это мы сюда здесь не молимся, не крестимся в этот угол. Это просто, как бы, да, это музей. Поэтому, как бы, в сравнении, чему поклонялись раньше наши, вот, пра дедушки, бабушки. А из какой деревни привезли эту личину? Дмитриева, я даже не знаю. Я не знаю, из какой деревни. Она, девочка, сама не знает. У нас, говорит, сараи валяется, валяется, я принесла. Ну, ага, ты из какого сараи-то? Сейчас, без... Гитово-Бячева. Гитово-Бячева? Да. Гитово-Бячева? Да. Это гораздо интереснее. Ну, а... То, что... Я не прервалась, нет? Дело в том, что от портрета привезли-то в эту поездку Литкина, Леонида Александровича и Демин с ним был. Они вдвоем ездили. А дело в том, что я из Риги, они вообще-то... Они ко мне прилепились, чтобы им было где жить. Поэтому я все это дело сопровождал, так сказать. И надо сказать, что по поводу Латвии... Просто маленькое замечание. Жаков действительно не любил Ригу. Ему было там тяжело. Но он там был очень популярен. Общество лимитистов было очень сильным. Надо знать, понимаете... Янис Чакстер, первый президент Латвии, он пользовался огромным авторитетом в Латвии. Ульманиса потом, который совершил первый рот, не любили. А вот Чакстер, он был, можно сказать, отцом государственности. И вот он сдал Жакова. И мы... Маленький штрих просто. Маленькое открытие мы сделали у меня на кухне. Поскольку эти два исследователя, Демин и Полыткин, они целыми днями колесили по Риге. Вот там у Райды я их сопровождал. Мы на кухне сидели и пили чай. И вот говорили, что нашли о Жаке, или что не нашли о Жаке. Ходит мой сосед. А мы жили в коммуналке, нормальная коммуналка в центре Риги. Ходит мой сосед, такой латыш Янис. Преподаватель университета, философ, но главный его пенсионер. Главное его увлечение было, что он пел. Он пел в университетском хоре. И он говорит, слушайте, простите, вы говорите о Жакове? Деминов спрашивает, а же вы знаете Жакова? Конечно, сказал Янис Карлович. Да что вы? У меня, говорит, даже есть упоминание его в книге. Вот тут-то наши влипли. Потому что сразу какая книга? Я вам скажу, что это латвийская национальная энциклопедия, изданная до войны, то есть в буржуазной Латвии. Буквально через несколько лет после смерти Калистрата Фололеевича. То есть он не латыш, он попал в национальную латвийскую энциклопедию. И вы просто думаете, а у вас она есть? Конечно, есть, сказал Янис Карлович. А можно посмотреть? А тут-то мы пошли смотреть. А у него была привычка, он терпеть не мог книжных стеллажей. Он книжки складывал одну на другую, вдоль стенки. Знаете? И вот у него такая комната была, вот стопки книг так вот, как стоят. Ну догадайтесь трех раз, где оказался нужный полный латвийской энциклопедии. Правильно, в самом низу. То есть мы это все дело вытаскивали. Возникла проблема на латышском языке. Действительно энциклопедическая статья. Я думаю, я почему-то рассказываю. Вы должны понимать, что энциклопедия, эта штука очень специфическая. Туда отбирают статьи о людях, ну не просто заслуженных, а очень известных. Тем более почти сразу после смерти это было Жакова. Но ее прекратили издавать в 1940 году, советская власть пришла. Но до буквы Ж они успели, Ж, они успели дойти. Она в латышском алфавите довольно высоко стоит. И мы эту статью перевели. Не было ксерксов, не было принтеров. Потому что какой год-то был? В 90-е что ли? В 91-е, наверное. Никаких принтеров не было. Не было мобильных телефонов, на которые можно было сфотографировать. То есть Демин, по-моему, латышскими буквами переписывал текст вот от руки. А потом Янис Карлович его переводил, и Демин записывал дословный перевод. Ну перевод-то простой. Где-то сейчас у вас. Где сейчас этот труд у вас, Демина и у вас. Ну откуда я? Владимира Николаевича где-то в архиве должен быть. Я-то ведь эти листочки не сохранял, он их забрал с собой. Но это, кстати говоря... Это Удемина сейчас, да? А? Это Удемина сейчас? Да, Удемина. Ну Демин-то уже скончался, к сожалению. Его архив, да? Ну, наверное, я не знаю, куда... Это надо знать, если я на пусте. То есть я вам просто про энциклопедию хотел рассказать. Вот тогда же они от портрета, собственно, и притащили. Потому что это была единственная поездка в Ригу. Мы искали Преображенское кладбище, где он похоронен. Искали место, могилы. Там по-уму-рай, да и недалеко я жила там. А вы не знаете адрес его рижский? У кого? У Жакова. Ну знаю, но никто не отвечает. Я знаю ее марок аристатованный. Нет, а где сам Жаков жил? Ну, может, фотографию сделать для музея дом, в котором жил Жаков в Риге. Есть. Есть эти, да. Фотографий нет, но вот эти адреса есть. Вот человек, который ездил, он хотел сфотографировать, но он вернулся ни с чем, потому что у него не хватило времени там снимать, искать эти... Ой, вы мне скажите, я вам найду. Ну вот. Значит, вы объездите, так часто бывает. Я Ригу-то знаю. Так я вам все адреса дам, может быть, вы сумеете связаться. Тем более старые... Название старых выходит на новые перевести. Это не проблема, потому что сейчас возвращеныся старые названия. Все, я поищу и с вами свернусь. Я жил на улице Больфо, теперь еще жил на улице Элизабетас. Ну, почти при смерти я попал в Зайницу. Она же двух дубов, ну там по-разному, деревянных дубов, крепких ящиков. Все собрала, вот эти все, вот, ну, как и сикаритрат на Жакова, и куда-то схоронила, закопала в землю. А сама Алида Каролина, хотя бы уже не жила уже с Жаковым, она ездила по городам при Балтике и читала лекции Жакова. Она этим тоже, как бы, и популяризировала, вот, как учение своего мужа, трудов мужа, хотя и, можно сказать, разведенного мужа, да? Но все так, как она работала. И когда она сама уже в 41-м году, значит, перед своей смертью, она сказала своим дочерям Райде и Елене, что найдите, пожалуйста, откопайте труды вот у вашего отца, калистрата Жакова. Но это все было тщетно. То ли его не нашли, то ли земля засосала, то ли украли. Потому что за рукописями Жакова уже в конце его жизни очень много было охотников, в том числе и его студент Байрон. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!